В Париже Эйфелева башня и Елисейские поля. В Москве Красная площадь и Александровский парк. В Кишиневе Триумфальная арка и Кафедральный собор. Молдавская столица также богата архитектурными символами ушедших эпох. Одно из самых старейших сооружений – Святые ворота или Триумфальная арка, установленная в честь победы русской армии над турками. Идея принадлежала участнику русско-турецкой войны, генералу-губернатору Бессарабии графу Воронцову. Спроектировать Триумфальную арку поручили архитектору Заушкевичу, которого при создании ее проекта вдохновила аналогичная арка в Риме. Построенное в конце 19 века это элегантное сооружение и сегодня радует и восхищает своей идеальностью. Историки утверждают, что арка, став еще и символом переплетения разных эпох, хранит много тайн. Нужно было решить такую проблему, чтобы новое строение отвечало трем задачам. Чтобы это было триумфальное сооружение в честь победы русского оружия над Атаманской портой, чтобы это была звонница, где помещался самый большой колокол и городские часы, и чтобы это был парадный въезд к кафедральному собору. Главное украшение Триумфальной арки циферблат курантов на ее фасаде. Мало кому известно, что часы, которыми не устают любоваться горожане, изготовлены в Австрии. Они ни разу не останавливали свой точный ход. У хронографа есть свой смотритель. Каждые 28 часов он поднимается по узкой винтовой лестнице на самый верх строения, для того, чтобы завести древний механизм, отмеривший уже не одно столетие. Один раз в сутки заводится. Забот хватает на 28 часов. Ничего не меняли, это все родное. Забота об этих часах лежит на столичной мэрии. Еще в 19 веке, сразу после возведения Триумфальной арки, ключи от винтовой лестницы, ведущей к часам, вручались лучшему часовому мастеру города. А вместе с ключами и 200 рублей ежегодного жалования. Спустя столетия о каждой отмеренной четверти часа кишиневцам сообщает маленький медный колокол. А о каждом часе тот, что побольше. Знаток старого Кишинева Петр Старостенко, который до тонкости знал истории Триумфальной арки, рассказывал мне несколько лет тому назад, что во время переплавки турецких трофейных пушек в колокола, жители Измаила собрали два пуда мелкой серебряной монеты. Свою долю вложили еще и солдаты местного гарнизона. Это нужно было для того, чтобы лучше, красивее звучали колокола. Прошли века, много раз проводилась реконструкция арки, но ее первоначальный вид остался нетронутым и по сей день. 13-метровая, разделенная на два яруса сооружения и сегодня занимает центральное место на карте молдавской столицы. В 1917 году с Триумфальной арки были сбиты бронзовые орлы, которые ее украшали, и гранитные плиты, на которых было написано, что они установлены в честь столетия присоединения Бессарабии к России. Вторая реконструкция произошла в 1937 году, в год 20-летие присоединения Бессарабии уже к Румынии. Еще одна крупная реконструкция, которая произошла, она происходила в 1945-1947 году. Именно тогда вот на этих колоннах были установлены гранитные плиты, на которых были написаны исторические события, указ Верховного Главнокомандующего о освобождении 24 августа 1944 года Молдавской республики и города Кишинева. Во многом благодаря Триумфальной арке Кишинев знают большинство туристов, посетивших его, ведь многие из них ценят именно эту изюминку молдавской столицы.